Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема – скалярное произведение векторов. Скалярным произведением двух векторов называется произведение их длин на косинус угла между ними. Справедливое утверждение – скалярное произведение ненулевых векторов равна нулю тогда и только тогда, когда эти вектора перпендикулярны. Скалярный квадрат вектора, то есть скалярное произведение вектора на само себя, равен квадрату его длины. Вычисление скалярного вектора, произведение в координатах. Скалярное произведение векторов А и В выражается формулой А умноженной на В на произведение соответствующих координат и их суммы. Свойство скалярного произведения. Для любых векторов А, В и С и любого числа К справедливое равенство. Что вектор А всегда больше равно нуля, причем квадрат вектора больше нуля при А не равной нулю. Дальше переместительный закон. Это когда скалярное произведение А и В равно скалярному произведению В на А. Дальше распределительный закон. Это если сумма А плюс В умножена на С, вы можете раскрыть скобки и при этом А умножаете на С плюс В умножаете на С. И сочетательный закон, что К умноженный на вектор А можно записать как К умноженный на А, вектор А умноженный на вектор В. К при этом это у нас любое число. Общий экскурс. Как найти скалярное произведение векторов? Во-первых, у вас есть первая формула, когда у вас есть координаты. То есть вектор А имеет координаты ХА, УА и ЗА. В имеет координаты ХБ, УБ и ЗБ. Если у вас есть координаты векторов, то вы можете их умножить и сложить между собой. Тогда вы получите скалярное произведение векторов. Бывает второй случай. Когда у вас есть длины этих векторов и косинус угла между ними, тогда скалярное произведение векторов равно произведению длин на косинус угла между ними. Итак, как найти косинус угла между ними? Если у вас, например, известно скалярное произведение векторов, известно у вас длины этих векторов, то вы можете найти косинус между ними. Косинус между ними – это отношение скалярного произведения на произведение длин на этих векторов. Итак, и третья формула – это когда у вас эти вектора между собой перпендикулярны, значит, перпендикулярный косинус между ними равен 90 градусов, тогда формула у нас, скалярное произведение, будет равно 0. То есть скалярное произведение будет равно 0. Значит, и эти формулы, вот первая и вторая формула тоже при этом будут равны 0. Чаще всего используют первую формулу, где у нас а умноженное на b, xа умножить на xb, плюс y, а умноженное на yb, плюс z, а умноженное на zb, равное 0. Берут его чаще всего так, вот эту формулу используют. И теперь мы, например, давайте рассмотрим. Нам дается такой вот пример. При каком m вектор а, 2, m плюс 1, минус 3, и вектор b с координатами 1, минус 2 и 2 будут перпендикулярны. Значит, при каком m эти векторы будут перпендикулярны? А перпендикулярны вектору b. Мы знаем, что при перпендикулярности этих векторов скалярное произведение этих векторов будет равно 0. Если они равны 0, то произведение соответствующих координат тоже будет равно 0. Значит, например, вот это же у нас x, 2 умноженное на 1, давайте это первым назначим, плюс m плюс 1 умноженное на минус 2, плюс минус 3 умноженное на 2, это будет все равно 0. Теперь все это, раскрыв скобки, умножив между собой, можно найти, решив уравнение, можно найти m. Значит, у нас будет 2, так, минус 2m, мы раскрываем скобки, умножаем, у нас будет минус 2, так, минус 6 равно 0. Подобное, 2 минус 2, она заимночь сажается, значит, у нас будет минус 2m равно 6. Минус 6 переносим в правую часть с противоположным знаком. Разделим обе части на минус 2 и получим, что m у нас равно минус 3. Вот так мы, зная о перпендикулярности этих векторов, а, не перпендикулярности, предполагая, что они перпендикулярны, можем найти m. Вот, при m, равной минус 3, эти вектора перпендикулярны, если правильно произносить все это. Так, давайте возьмем пример, когда у нас есть только координаты, и надо будет найти, надо найти произведение. Данные вектора, второе, так, данные вектора А у нас, я опять не вижу, да, вот оно, так, 4, минус 1, 2, и b с координатами минус 3, 1 и 0. Надо найти скалярное произведение векторов. Итак, у нас известны координаты, это первая формула. По первой формуле у нас скалярное произведение векторов равно произведению соответствующих координат и их сумму. Значит, вот. Что мы делаем? Мы берем координаты, между собой умножаем. Значит, у нас будет 4 умноженное на минус 3 плюс минус 1 умноженное на 1 плюс 2 умноженное на 0. И у нас будет минус 12 минус 1 плюс 0, и это равно минус 13. Значит, скалярное произведение двух векторов у нас равно минус 13. Давайте еще один пример. У нас даны длины векторов 2. Длина вектора А это 2, длина вектора В это 3. Угол между ними это 135 градусов. Надо найти скалярное произведение векторов. У нас есть еще одна формула. Если у вас нет координат, но есть длина и угол между ними, мы пользуемся какой формулой? Пользуемся формулой, где скалярное произведение векторов равно произведению их длин на косинус угла между ними. Давайте подставим 2 умноженное на 3 умноженное на косинус 135 градусов. 135 градусов соответствует косинус 45 градусов. При этом надо не забывать, что 135 градусов находится во второй четверти. Косинус во второй четверти отрицательный. Значит, и мы будем рассматривать минус косинус 45 градусов. Как это будет все выглядеть? Это будет 2 умноженное на 3 умноженное на минус косинус 45 градусов. Тогда у нас будет 6 умноженное на минус корень из 2 на 2. 2 и 6 сокращаем на двойку. И у нас будет минус 3 корней из 2. Вот так.